Здравствуйте! В эфире новый выпуск телепередачи «Лестница». И сегодня для вас его проведем мы. Карина Краснова, Никита Мошенский и Ксения Митюрникова. Во Дворце творчества детей и молодежи есть историко-краевический музей. Пензенский край сквозь века. В этом году он принял участие в конкурсе и получил высокие оценки жюри. Подробнее об этом вы узнаете из сюжета Алены Душковой. В марте 2020 года Музей Дворца творчества детей и молодежи принимал участие во всероссийском смотре конкурсе школьных музеев. Этот проект был посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Подготовка к конкурсу прошла успешно. Расскажите, пожалуйста, как вы готовились к этому конкурсу? Мы собрали документы, касающиеся музейной деятельности, и оформили, отправили их. Все это происходило в условиях самоизоляции, но, благо, никаких проблем у нас не возникло, потому что документацию мы ведем на отлично. Леонид Митин считает, что представление музея прошло на высшем уровне. Хорошо, достойно. Главное, нигде мы ничего не приукрасили. У нас действительно вся эта деятельность ведется, и впечатление от деятельности нашего музея на высоте. Нас высоко ценят и в городе, и в области. Скоро в России будут высоко ценить, надеюсь. Музей Дворца творчества детей и молодежи продемонстрировал материалы, которые еще раз показали храбрость, бесстрашие и героизм советских людей в боях в годы Великой Отечественной войны. Историко-краеведческий музей «Пензенский край сквозь века» занесен в почетную книгу Всероссийской организации ветеранов. Музей высоко оценили жюри конкурса. Безусловно, музей хороший, музей интересный. Много интересных экспонатов, достойно они представлены. И все основные требования к учету и хранению, экспонированию, Все критерии функционирования школьных музеев в музее соблюдаются. Историко-краеведческий музей оставил самые яркие и приятные впечатления от своей презентации. Если вы хотите провести время интересной и с пользой, то посетите музей «Пензенский край сквозь века». Вы точно не останетесь равнодушными. Алена Душкова, Карина Краснова. Специально для телепередачи «Лестница». В этом году Светлана Краснова окончила школу. Она совмещала учебу с занятиями в студии, и это не помешало ей успешно сдать экзамены. Подробнее о том, как Светлана Краснова стала корреспондентом студии «Автор», смотрите в сюжете «Карины Красновой». Два года назад на одном из школьных мероприятий Светлану Краснову пригласили в студию журналистики «Автор». После этого она начала ходить на занятия во дворец творчества детей и молодежи. Света, расскажи, как произошло твое знакомство со студией журналистики «Автор»? На это мероприятие пришел наш руководитель Александр Викторович Дубицкий и корреспонденты. Тогда я знала о студии, о том, что она существует, о том, что есть ребят, которые делают передачу «Лестница» на ТРК «Заречный», но как бы близко не знакомилась. Я задавала вопросы представителю администрации, и Александру Викторовичу мой вопрос понравился. Он пригласил меня в студию. Света никогда не думала, что может связать свою судьбу с журналистикой, поэтому на первоначальном этапе столкнулась с небольшими трудностями. Она стеснялась брать интервью и записываться в кадре. Преодолеть страхи помогли руководители Александр Викторович Дубицкий и Инна Александровна Прохорова, а также другие корреспонденты студии. Я помню, что в первый день, когда как раз Александр Викторович пригласил меня в студию, я списалась с корреспондентами и сказала, что я не буду появляться в кадре, я просто буду писать тексты. Когда я начала писать сюжеты, я поняла, что мне наоборот нравится работать в кадре. Еще было сложным на первом этапе подходить к различным людям на мероприятиях и брать у них интервью. Я очень стеснялась, потому что мне казалось, что они как-то ответят отказом, но на самом деле люди рады, когда у них берут интервью, и они с удовольствием подходят к камере и стараются ответить на вопросы, которые ты им задаешь. За два года Света стала участницей многих творческих командировок. Она приняла участие в поездках по нашей стране и за рубеж. Одно из самых значимых событий для Светы – фестиваль телевизионной журналистики Атом ТВ. Большое количество эмоций, череда событий стали для нее возможностью проявить себя и развивать свои таланты и способности, которые она успешно проявила во время новой творческой командировки, путешествия в столицу Франции на форум развития двухсторонних общественных связей. В поездке Света открыла для себя много нового, усовершенствовала свои навыки в сфере журналистики. Там действительно было большое, очень масштабное мероприятие, там было очень много людей. Вообще были люди, естественно, не из России, из Франции, из других тоже стран. Было интересно с ними взаимодействовать, узнавать что-то новое, потому что форум касался вообще различных сфер жизни. И еще мне запомнилось то, что мы целый день смогли погулять по Парижу, смогли увидеть самые известные места, достопримечательности. И один раз, когда мы решили поехать на Эйфелеву башню, у нас было два таких выхода. Вечером мы видели ее сверкающей различными огнями и подсвеченной. И на следующий день днем гуляли все вместе, делали различные фотографии. И мне это вот в душу запало. Следующей поездкой для Светы была командировка в Женеву. Она стала полезным опытом для корреспондента студии, потому что впервые Света попробовала брать интервью на английском языке. В Женеве мы побывали на ретроспективе международного кинофестиваля «Лампа». И если в Париже, например, мы посещали здание ЮНЕСКО, то в Женеве мы побывали в штаб-квартире ООН. Мы посмотрели различные короткометражные фильмы, познакомились с режиссерами, которые работали над ними. И еще, наверное, важным таким событием для меня лично было то, что эта поездка дала мне возможность впервые записать интервью на английском языке. То есть мы разговаривали с различными известными людьми на английском, потому что они были из других стран. И это было очень интересным опытом. Света любит вспоминать смешные ситуации, которые происходили за все время обучения в студии. За два года с ней и другими корреспондентами случалось много забавных историй, которые вызывают улыбку на лице. За время обучения в студии какие моменты, на твой взгляд, были самыми запоминающимися? Я думаю, что запоминаются всегда какие-то шутки, которые есть в студии между корреспондентами и преподавателями. Также, наверное, запоминается, конечно, сама работа. И самые яркие съемки – это самые длинные съемки. Например, когда мы снимали выпускной в 2019 году. Тогда наши руководители поехали во Всероссийский детский центр «Орленок» с группой студии. А мы остались втроем и решили, что мы будем снимать выпускной целиком. Съемка тогда длилась 12 часов, но мы, конечно, устали, но не пожалели, что пошли, потому что было очень здорово, ярко, интересно. И тогда это был первый мой опыт в съемке. Конечно, и все получилось, но я очень старалась. Также, наверное, ярким моментом был фестиваль «Арт Атом Сити», когда к нам приезжали корреспонденты из Сарова, и мы работали всей большой такой дружной командой. Также, наверное, запомнился «Атом ТВ», потому что это тоже было время, когда мы работали практически без остановок. На протяжении трех-четырех дней мы создавали сюжеты. И тогда мы были в Москве, были в Заречном, и посещали не только события самого фестиваля, но еще параллельно выполняли много другой работы. За эти два года Света писала сюжеты, была ведущей телепередачей «Лестница», активно участвовала в проекте «Атом ТВ», путешествовала по разным городам и странам. В студии журналистики автор дала ей многое. Самое главное – бесценные опыты, яркие моменты, которые она воспоминает с трепетом и радостью. Света, расскажи, что на твой взгляд дало тебе обучение в студии? Тут можно долго и много говорить. Нужно, наверное, начать с того, что два года в студии были очень интересным временем для меня, потому что мы за это время успели много сделать передач, собрать, написать огромное количество сюжетов. И, соответственно, это в первую очередь дало большой опыт, а во вторую, наверное, просто было здорово проводить здесь время. Я думаю, что для меня два этих года были просто временем, ну, во-первых, огромного развития как личности, во-вторых, просто вот мне здесь нравилось. Хотелось бы сказать спасибо нашим руководителям, потому что они очень многое в меня вложили, очень многое для меня сделали. Вот, и всем ребятам, которые занимались в студии, со мной на протяжении двух этих лет, потому что вся наша команда создавала в студии особую атмосферу. Благодаря студии я увидела еще одно направление, в котором, в принципе, я могла бы развиваться. Потом я долго думала, как объединить два направления абсолютно разных в одной, и пришла к выводу, что такой способ есть, и, можно сказать, я определилась о своей будущей профессии. Но, несмотря на то, что она много времени отдавала на занятия журналистикой, это не повлияло на результат в школе. Света закончила школу с золотой медалью, успешно сдала экзамены, химию на 100 баллов и русский язык на 98, что является самым высоким результатом в городе. Мне помогало распределение времени для того, чтобы сил хватало и на то, и на другое. Вот, также я хотела бы сказать спасибо руководителям, которые научили меня с ответственностью подходить именно к работе в студии, потому что это помогло также в учебе. Тексты, которые сочиняла Света, они всегда какие-то вот необычные, самобытные. Такие писала только она. И они отличались иногда какой-то лиричностью, иногда какой-то романтичностью. Они всегда были информационно насыщены, но при этом в них было место для размышлений зрителей. И, естественно, когда есть вот такой вот чудесный пишущий ребенок в студии, это хорошо, потому что и другие ребята на нее равнялись. Впереди Свету ждут новые открытия, победы и свершения. Мы желаем ей удачи во всех начинаниях и надеемся, что большую семью, которая называется студия журналистики «Автор», она не забудет никогда. С любовью, корреспонденты и руководители студии журналистики «Автор». Совсем недавно в Заречном состоялось долгожданное событие для 11-ти классников. На главной площади нашего города прошло торжественное награждение выпускников 2020 года. Предлагаем узнать, как это мероприятие прошло в этом году, рассказывает Светлана Краснова. Год назад мы снимали выпускной корреспонденты в студию журналистики «Автор» Ксении Митюрниковой. А в этом году школу заканчивают Карина Краснова и Светлана Краснова. На главной площади города выпускники 2020 года, победители Олимпиад и творческих конкурсов, известные спортсмены, активные участники детского и волонтерского движения. В этом году школу закончили 268 зареченских 11-ти классников. Торжественная церемония чествования выпускников 2020 года прошла в особой атмосфере. Бывшим школьникам было необходимо соблюдать социальную дистанцию. В остальном праздник прошел красочно и интересно. Все так красиво пестрят в платье. Я не думала, что у нас в принципе будет выпускной, а тут награждение, и это очень приятно. А как родители себя чувствуют? Чувствуют гордости, конечно, за дочь. И спасибо всем педагогам, конечно, за то, что они тоже вложили в нее всю душу, все знания, свой профессионализм. А вы как думаете? Конечно же, гордость тоже испытываю, ощущение радости, что этот этап у нее закончился так отлично. Ну и надежды на будущее. Торжественная церемония началась гимном Российской Федерации. Среди выпускников участники всероссийских проектов школы Росатома. Слава Созидателям Всероссийского форума профессиональной ориентации «Проектория» и регионального проекта «А мы из Пензы наследники победителей». Дорогие друзья, выпускники, педагоги, родители, гости. Торжественная церемония честования выпускников 2020 года открыта. Звучит гимн Российской Федерации. С приветственным словом к выпускникам оборудился губернатор Пензенской области Иван Александрович Белозерцев. Дорогие друзья, поздравляю вас с окончанием школы. В этот незабываемый вечер волнуется каждый из вас. Волнуются ваши близкие и я, потому что вспоминаю свои школьные годы. Все мы были такими же юными, как вы сегодня. Первый звонок, первая учительница, первые победы. Все это сохранится в вашей памяти навсегда. С праздником бывших школьников также поздравил глава города Заречный Олег Владимирович Климанов. Уважаемые зрительницы, родители, педагоги, дорогие наши выпускники, я от всей души поздравляю вас с этим знаменательным событием, с успешным окончанием школы и началом, новым этапом на вашем жизненном пути. Я хочу вас всех поблагодарить за то, что в этих непростых условиях вы смогли достойно завершить учебный год. Дорогие выпускники, я уверен, что многие из вас свяжут свою жизнь с Заречным. И Заречный обретет в вашем лице высококлассных специалистов в различных сферах жизнедеятельных. В этом году по решению педагогических советов образовательных организаций 20 выпускников нашего города были награждены медалью за особые успехи в учении. Кроме того, 22 11-классника были удостоены знака гордости Заречного. Такими медалями наградили ребят, которые активно участвовали в спортивной и творческой жизни города. Карина серьезно занимается журналистикой. Активно участвует в работе школьного сайта и газеты «Об-Обок». В студии тележурналистики «Автор». Имеет опыт сотрудничества с телерадиокомпанией «Заречный» в качестве оператора. Успешно выполняет функции выпускающего редактора эфира. Карина – участница фестиваля телевизионной журналистики «Атом-ТВ» в рамках проекта «Школа Росатома». Я успешно закончил школу и очень рад этому, хоть из-за коронавируса заканчивать было тяжело, но все прошло успешно. Ну, сыну мы очень гордимся, конечно, очень рады, что оценили действительно труды и старания города. Гордость переполняет сейчас у нас сердце. Ну и дальнейших, конечно же, успехов. Сейчас нам самое главное поступить в институт и дальше радовать город нашими успехами. Несмотря на соблюдение мер предосторожности, праздник на главной площади города прошел очень ярко. Своими впечатлениями одиннадцатиклассники и преподаватели поделились с нашими корреспондентами. Я очень доволен выпускным. Я рад, что школа закончилась. Мы очень долго все шли к этому моменту, мы старались. И это замечательное завершение школьных лет. Нам с Максимом выпала очень ответственная роль. И именно мы сегодня были ведущими этого торжественного события. Для нас это очень ответственно. Это было ответственно для наших родителей. И мы надеемся, что этот праздник запомнится всем выпускникам нашего города. Удивительно. И дети у меня были удивительные. Спасибо им за то, что они многому меня научили. Дай Бог, чтобы их мечты сбылись. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями. С одной стороны, немножко грустно, что 11 лет так быстро закончились. А с другой стороны, я понимаю, что это новый этап. Начало какого-то определенного периода в моей жизни. Меня наградили медалью «Гордость за речь», что мне очень приятно. Наградили благодарственным письмом моих родителей. Я очень рада, что все-таки состоялось награждение. Мы все вместе увиделись, встретились на главной площади нашего города. Совсем скоро многие выпускники попрощаются с родным городом. Некоторые из них решили поделиться с нами своими планами на будущее. Я очень рада, что я закончила школу, преодолела все трудности. В будущем я хочу связать свою жизнь со спортом, так как я люблю заниматься спортом, занимаюсь художественной гимнастикой. Я рада, что закончила 11 классов, получила благодарственное письмо. А ваше впечатление? Я тоже очень рада. Все у нас уже позади. Экзамены мы сдали. Теперь у нас еще следующий этап поступления в ВУЗ. Я думаю, все у нас получится. Я очень горжусь своей дочерью, горжусь всеми детьми, которые добились таких высоких результатов. Мы желаем выпускникам успехов на их жизненном пути и удачного поступления. Светлана Краснова, Карина Краснова, Ксения Митюрникова, Елена Данилкина. Специально для телепередачи «Лестница». Знаешь, там небес звезды, ярко сияют тем, кто предан мечтать свой, когда вновь заедит. Спасибо, что были с нами. Следите за нашими новостями на наших страницах в социальных сетях. До новых встреч!